Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и Щука появилась на продаже. Я бы сказал, машина неоднозначная, я бы сказал, машина далеко не всем подходящая. Дело в том, что Щука не является популярной тачкой на 10 уровне. Это тот танк, который имеет меньше всего популярность среди игроков и меньше всего количества игроков, которые катают на данной машине, причем не из ТТ, а вообще из всех машин, которые есть на 10 уровне. Определенного рода объяснения тому есть. Машина абсолютно неживучая, подходит далеко не всем. И если вас интересует честный обзор на данную тачку с заценом брони, сравнением данной машины с другими тачками на уровне, то вот, пожалуйста, ссылочка сверху, плюс обязательно добавлю в описание, заходите, посмотрите. Сам наборчик очень годный, действительно годный, здесь я спорить не буду. За 20 тысяч вам предлагают десятку, и если вы сумеете совладать с этой машиной, то она будет вас радовать. Вы получаете X5 в количестве целых 30 штук на щуку, и на данной машине, реализовав их, вы существенно поднимете элитной опыт экипажа и раздуете свои копилки. Открытое все оборудование позволит вам сэкономить, ну, в районе где-то 4 миллионов серебром. Вы получаете легендарный внешний вид на данную машину, который действительно ей подходит. Смотрится крайне симпатично. Что касается самого жирного, здесь положили 10 контейнеров мистических, и да, ребят, именно 10, потому что 5 мистиков вы получаете сразу, а еще 5 мистиков вы получите в случае, если в течение 10 дней на щуке сделаете 50 побед. По 5 побед в день, по-моему, абсолютно не сложно, и 5 мистиков у вас в кармане. Таким образом, 10 мистических контейнеров, машина в легендарном внешнем виде, с открытой всей оборудкой. Ну, а что касается аватара, его ценности не считаю, поэтому и заценивать не буду. Что хочу сказать от себя. Если бы у меня было чутка побольше голдишки, может быть, я и прикупил бы себе данную тачку. Что касается более бюджетного варианта, то вы можете взять за 17,5 данный аппарат, просто в голом виде, машина и слот в ангаре, но я лично даже, скажем так, из своих внутренних побуждений экономить голду на своих аккаунтах, все равно склонен к тому, что если и покупать, то покупать все-таки в составе набора. Потому что переплатив 2500, вы получаете дополнительные плюхи, и глядишь, если вы более везучий, чем я, то уж из одного из 10 мистических контейнеров, возможно, достанете себе какую-нибудь дополнительную машину. Ну, а любая тачка в нашей игре стоит 2500 золота. Вот такая вот она замануха, которая есть сейчас в магазине. Покупать или нет, это дело ваше, а мое дело взять машину и просто выкатить ее из ангара. Помимо звания самой непопулярной машины на 10 уровне, Щука является обладателем также еще одного звания. Это самый быстрый тяжелый танк на 10 уровне. Да, есть еще товарищи, которые ездят со скоростью 60 в виде максималки, но все же, ребят, я не могу сказать, что он один из самых быстрых, потому что в таком случае звучать это будет так, как будто бы он входит в тройку самых быстрых машин, но есть кто-то быстрее, чем он. Нет, есть просто еще один конкурент, который имеет такую же скорость передвижения. В отношении того, чтобы ездить по карте, все очень бодро, все очень классно, и машина больше напоминает СТ-шку, причем СТ-шку довольно-таки подвижную, потому что на 10 уровне некоторые СТ-хи такой скорости, как данный аппарат, не имеют. Что касается того, к чему стоит готовиться. Готовиться стоит к тому, что за свою вот эту вот суперкрутую динамику, подвижность и маневренность, вы расплачиваетесь стандартными в такой ситуации показателями, а именно показателями по броне. Брони здесь нет абсолютно, от слова совсем. Здесь есть вполне бодрое время перезарядки, вполне себе приемлемое время сведения орудия. Здесь есть очень хорошая точная пушка, которой комфортно отыгрывать на дальних расстояниях. Это действительно все у Щуки присутствует. А вот брони, ребят, нет совсем. И это такой себе непонятный дисбаланс, потому что, играя на такой громадине, которая просто мега крупных размеров, вы рассчитываете явно на то, что она будет танковать. Ну вот вам Щука в прицеле, и в ней всегда есть какая-то большая, я бы сказал, просто несоизмеримо огромная серая зона, которая очень легко пробивается. Я сейчас намеренно иду в размен, просто потому что у меня ХП побольше будет, чем у этого товарища. Но в целом, ребят, готовьтесь к тому, что пробивать вас будут абсолютно постоянно. Особо сводиться никто не будет. Короче говоря, играете как на действительно обычной полукартонной эстехе. Прячься, не прячься, все равно пробивать будут. Есть огромный клюв. Я говорю не о нижнем бронелисте, я говорю о двух верхних бронелистах, которые сходятся один к другому. Короче говоря, здесь действительно нечем хвастаться в отношении живучести, и к этому стоит готовиться. Почему я и сказал изначально, в начале видео, по поводу того, что не все смогут совладать с данной машиной. Ну, просто потому что не все те игроки, которые покупают себе тяжелые танки, они покупают себе заведомо средний танк больших размеров. Как правило, те ребята, которые покупают себе тяжи, они хотят себе тяж, на котором они будут танковать, на котором они будут держать направление, на котором они будут принимать хотя бы периодически какие-то непробития. Ну, а данный товарищ, к сожалению, порадовать таких игроков однозначно не сможет. Ты ожидаешь от этой машины геймплея ИСа 7, только с более бодрой подвижностью, но по факту ты получаешь себе размеры ИСа 7 с бодрой подвижностью и броней где-то от ТВП. Ну, вот как-то приблизительно так. Досмотрим сейчас обязательно этот бой, возьмем машину и зайдем еще в одну каточку. Ну что ж, бой закончился поражением. Наш результат 2230 единиц нанесенного урона, один сделанный фраг. Что касается нашей результативности по фарму, то с учетом того, что у меня прем-аккаунт, это был проигрыш 21700. Если быть более точным, то вот все мои затраты, ну и, соответственно, все, что я получил. Если был без према, то вышел бы всего лишь на 7600. Согласитесь, фармер такой себе. Что касается нашей результативности по команде, то мы занимаем третье место, и я с удовольствием похвалю нашего героя, потому что он не сдавался до последнего и действительно достоин уважения. Ну а ребята из противоположной команды им действительно качественно и грамотно отыграли. За что им большое спасибо, потому что бой действительно был интересным. Ну что, возьмем тачку и поехали еще в одну каточку. Попытаемся заценить его еще раз. Что от себя я хочу отметить по поводу щуки. Когда я делал обзор и пытался разобраться, почему данная машина не пользуется популярностью, у меня осталось впечатление о объекте 260, как о внедорожнике, который не оправдал моих ожиданий. Когда человек покупает себе внедорожник, он хочет от него получить то, что внедорожник должен принести своему владельцу. Возможность проезжать где-нибудь в грязи, проходить по каким-то дорогам, по которым обычные седаны пройти не могут. Ну, короче говоря, быть чем-то круче, чем обычные простые автомобили. В нашей игре тяжелые танки, они зачастую оправдывают свое название и являются действительно тяжелыми танками, которые давят, которые своей массой угрожают соперникам. Короче говоря, действительно являются тяжами. Ну, а этот товарищ не оправдывает ожиданий абсолютно. Дело в том, что данная машина абсолютно ничем не похожа на тяжелый танк, кроме своих размеров. Ни скоростью, ни альфой, ни возможностью держать удар. Ну, ничем, просто. Это просто номинально тяжелый танк, но по факту это средняк. Да и, честно говоря, некоторые средники получше себя в боях ведут, чем этот товарищ. Я, пользуясь своей просто бешеной подвижностью, умудрился сейчас проехать просто через всю карту, развернуться, поехать в обратную сторону. Ну, на каком тяже вы сможете себе это еще позволить? Ну, навряд ли. Огромное количество машин вы сможете поставить в список, которые смогут сравниться по подвижности и по динамике с данным аппаратом. Да, если вы найдете плюс-минус подходящее место для себя в бою, если вы сможете найти ту лазейку, которую вам оставят ваши соперники, то вы сможете довольно неплохо отыгрывать, вы сможете давать неплохие результаты, но все-таки это больше исключение из правил, чем правило для этой машины. Это не нагибатор, безусловно. Да, можно порой неплохо пофаниться, но все же, ребят, постоянства у машины в виде того, чтобы, ну, прям разрывать, к сожалению, нет. Ну что, поедем, попытаемся помочь добрать всех, кого не добрали. По орудию, ребят, единственное, что я не сказал, вы будете очень сильно удивлены, потому что будете ожидать от этой машины типичного геймплея советских тачек, но он таковым не является. У меня складывается впечатление, что я играю не на Объекте 260, а играю на, не знаю, там, на Супер Коне, допустим, или на Чифтейне, ну, короче говоря, на какой-нибудь машине, которая к советам в отношении орудия не имеет вообще никакого отношения, потому что здесь действительно классная, качественная пушка. Она очень точная, она довольно быстро перезаряжается, как для тяжелого танка, с учетом той альфы, которую накидываешь, ты забрасываешь в основном более 400 единиц урона, это действительно очень приятно. Сейчас просто буду расторговывать, никого не боюсь, в любом случае, ему меня не разобрать. Ну, давай отправляю его в ангар, и будем считать, что на моем счету только 3 фрага, а не 4. Хотя можно было сейчас сделать четвертого, возможно, даже получил бы знак классности первой степени, или даже мастера. Ну, хотя знак классности первой степени мне и сейчас, в принципе, это могут дать за результаты, а вот по поводу мастера, навряд ли. Вообще, знак второй классности. Ладно, бог с ним, не за гладкие классности мы играем, я за ними лично не гоняюсь. 3 фрага, 3830 единиц урона, это действительно приятный результат на данной машине. Что касается результативности по фарму, то за такую крутую, я бы сказал, победу с такими крутыми результатами, 76 800 с учетом према, и без него было бы 50 косарей серебром. Опять-таки, повторюсь, это не фармер, но в любом случае, довольно неплохо по серебру. Что касается результативности по команде, то законное, по-моему, вполне себе даже заслуженное первое место. И могу сказать откровенно, далеко не во всех боях вы будете получать такие результаты на стрелах, такие результаты по фрагам. Но в целом, ребят, если вы поиграете подольше на данной машине, где-то боев 20 откатав, вы привыкнете к его картонности, вы научитесь грамотно пользоваться и не зарывать носом из-за своей крутой подвижности и не вонзаться в своих соперников, которые бодро будут вас разбирать. И вот в таком случае вы действительно сможете неплохо реализовывать данную машину. Периодически ради фана, пользуясь пресс-аккаунтом, я захожу на данной тачке в игру и немножко почесываю все-таки себе голову по поводу приобретения данной машины на основе. Но пока только почесываю. А вы пишите, пожалуйста, свои комментарии под данным видео и что посоветуете вы мне? Покупать данный набор за 20 косарей или нет? Я спрашиваю тех ребят, которые имеют данную машину у себя в ангаре и насколько вы удовлетворены покупкой данной машины. Я показал тачку, такой, какая она будет в ваших руках, если вы средний игрок. Если вы за честность, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Стараюсь для вас и побежал снимать следующее видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok